Я поняла, почему мне портится настроение. Переодевалась четыре раза. Читаю под видео с инсталляцией ваши комментарии. Стрёмная тема, когда ты не можешь уснуть. И это реально, это фетиш, я заметила. Должны быть носки в подарок, мне должны сделать возврат денег. Вот как вы думаете? Всем доброе утро, мои хорошие. Начинаю новый влог. Фух, сейчас искупалась, начало недели. Я собираюсь сходить на лекцию, собираюсь ещё сходить в магазин, кое-что купить. Я тут себя радую всякими хорошими вещами. Я давно хотела купить себе что-нибудь хорошее, не дешёвенькое, фирменненькое. Не знаю, я люблю. Для меня, знаете, что-то купить фирменное, относительно дорогостоящее, конечно. Я не покупаю салуи витоны за 100-150 тысяч. Пока что ещё уровень жизни не позволяет всё это делать. Но какие-то более средние бренды можно брать. И я радуюсь. И всегда у меня настроение поднимается, что если есть возможность это всё покупать, значит, ты живёшь хорошо. Сама себя вдохновляю. Значит, у меня возможности растут, потому что раньше не могла, например, позволить себе что-то. Короче, радую себя мелочами. В квартире я уже практически всё закончила. Остались такие мелочи, которые со временем по чуть-чуть вы всё увидите сейчас, как всё будет делаться. Основное всё уже как бы закончено. Вот. Ну, деньги на это как бы всегда есть. По чуть-чуть. Я даже просто не люблю делать всё в раз. Знаете, там туалет сделать, сразу детскую одновременно, там спальню одновременно. Всё это, ну, не кайф, кайф. Мне всё делать по чуть-чуть, по чуть-чуть снимать вам. Как-то всё размеренно. Вот. Мне даже комфортно. Поэтому сейчас сделали туалет. Потихоньку будет прихожая. Детскую вам подсниму до конца. Уже чуть-чуть осталось доделать. Вот. Потом начну заниматься залом. У меня уже некоторые идеи есть. Ну, в общем, вот так. Сейчас я искупалась, и мы бежим на лекцию. В 2 часа она. Вот уже через час и 10 минут. На лекцию в буддийский центр. У нас путешествующий учитель приехал. Который я очень хорошо знаю. И у него очень интересные лекции. Всегда хочется послушать пару часов. Вот. А потом с деньгой поеду, кстати. Не знаю, как он будет себя вести ещё на лекции. Ну, главное, чтобы не баловался. Главное, чтобы тихонько сидел. Может, я ему мультики в наушниках дам, если он начнёт там отвлекаться. Вот. А мне хочется послушать. И мама как бы, она была у меня среди недели, очень много дней. И поэтому эти выходные, она дома отдыхает. И вот всю неделю я с малышом. Поэтому сейчас немного хочу привести себя в порядок. И поехать. И сейчас вот набираю покупочки, радую себя всякими мелочами, как я сказала, да. И в ближайшем будущем будет видео с покупочками. Чем я себя порадовала. Вот. И чем руководствовалась. Увидите всё. Пока не буду показывать во влоге. Что-нибудь другое покажу. Как я в магазин, например, пойду. В какой-нибудь. Ну, короче. Влоги у меня непредсказуемые. А теперь преображение. Юх! Вот я преобразилась. Уложилась. Накрасилась. Приоделась. И уже готова выбегать полчаса остаться. В общем, вот мой лук. В общем-то, сегодняшний. Зачем мне это, Зая? Зачем это мне даёшь пакет? Вот я сейчас вот снимаюсь. Такая красивая. Ты не даёшь этот пакет? Короче. Вот. Такая я вся. Вот это мой стиль. Мой стиль, как я люблю. Я всегда одевалась в обтях. Такая всё. Чтоб там фигуру было видно. И сверху можно было бы что-то объёмное. Вот. Говорила или нет? А, ну да. Говорила, наверное. Что я хочу вернуться в свой стиль. Но с элементами того, что я знаю. Потому что мне надоели заморочки. Со стилем. Подбирать всё. У меня не получается, короче. В общем, сегодня вот так мы выглядим. И Дэнь такой стиляга у меня. Он сам закатывает рукава. Не знаю, ему так нравится. Чё лохматый такой. Побежали. Ой, ну что, мы сходили на лекцию. У нас пошёл дождь. Смотрите. Ну, вроде был не сильный. Я сейчас сел. Он прям ещё сильнее начал идти. Хочу зайти сейчас в один магазин. Тут недалеко у нас есть. Лекция прошла, кстати, неплохо. Можно с Дэнечкой ходить. То есть, конечно, спокойнее на лекции ходить без ребёнка. Ты сосредоточен на том, что говорят. Тут иногда как бы то он мультики там в другой комнате посмотрит, то он послушает, то он книжку полистает, то начинает там кувыркаться что-нибудь. Ведь, конечно, дети, они не поседали, не могут вот так вот лекцию выслушать, да? Спокойненько сидеть. Вот. Так что... Ну, в общем, главные моменты я послушала. И это классно. Настроение огонь. Всё, сейчас в магазин, наверное, и пойдём домой, раз такая погода, даже не погулять, к сожалению. Вот. Этот дождь сразу придал серости. А время только без 10.5. Ну что, приехали мы домой. Сейчас поставила водичку на рис. Дэнка кушает. А я покушаю рис. С сосисками. Чё-то проголодалась, хотя я поела на выходе. В общем, когда на улице дождик, хочется как-то сидеть, знаете, тихонечко у себя дома, смотреть в окошко, как там все под дождём мокнут. А ты в тепле, в уюте, под пледом, с чашечкой чая. Кто пришёл? Чё человаться пришла моя девочка? Ты же скучалась, да? Ты же скучала за нами, да? Моя бабочка. Моя мусечка. Кто тут у меня тракторит? Обнюхать всё надо. Где-то мама была, да? Надо всё понюхать. Где мама была? Там, милая, в шоколаде, кстати, испачкалась где-то. Прямо внюхиваюсь. Что там? Нанюхалась? Кстати, так прикольно иногда у кошки бывает. Она нюхает, 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 а потом такая... Смотрите. Смотри. Вот. Вы его видели? Такая пушница, что ли? Нет. Что там такое? Что там пахнет? Вот. Видели? Открывает рот такая. Смешная моя девчонка. Доброе утро, мои хорошие. С утра у меня уже настроение что-то на взводе. Вчера я была, на самом деле, нервная тоже весь вечер. Не знаю, почему. Вроде нормально всё было первая половина дня. Вечером у нас пошёл дождь. И всё. И, видимо, вот нервоз какой-то. Дождь, что не поделаешь. Планы какие-то не погуляешь. И, короче, я что-то устала, хотя ничего такого не делала. И в итоге, девочки, я вот когда... Правда, у меня когда плохое настроение, я стараюсь не контактировать, честно. И у меня желание всегда куда-то уединиться, спрятаться. Чтобы меня никто такую не видел. И всё. И лечь спать. Чтоб я и сама себя не раздражала. И в итоге вчера мы с малым в 9 часов легли спать. Даже не 9. 8, девочки. Начало 9 я пошла его укладывать. Ну, пока он укладывался долго, я уже сама 2 раза успела уснуть. Пока он тут бесился, я ещё и просыпалась несколько раз. Говорила так, бегом спать. Вот. И в итоге уснули. Никого не предупредила, меня потеряли. И проснулась где-то в полпятого или полчетвёртого. Написала, что я сплю тем, кто потерял. Вот. И проснулись сегодня где-то в 9 утра. Короче, я часов 12 вот точно проспала. И сегодня проснулись, и я чувствую опять вот нервоз какой-то с утра. Может быть, уже просто я устала, знаете, всё время с ребёнком на самом деле. Вот нон-стоп, да, находиться. Это тяжело. Нужен отдых. Я прям чувствую, что мне хочется побыть одной. Просто побыть одной. А я не могу. Ой. Ну что ты там ломишься? Ну почему, как только я начинаю снимать, всем сразу что-то нужно? Я снимаю это всего одну минутку. Вот так вот и живём. В общем, проснулись, сейчас делаю кофе. У меня, оказывается, сегодня фотосессия. Совсем забыла и удивительным образом зашла в Инстаграм. И девочка пишет, у нас всё в силе. И я такая, ой, хорошо, что написала. У меня, правда, вылетает всё из головы, ничего не держится. Не знаю, мне бы для мозгов что-нибудь попить хорошее такое. Ну вот таблетки, капсулы я вот такое ничего не пью, боюсь. Но вот что-нибудь, не знаю, что-то нужно употребить, чтобы вот памяти больше стало как-то, да, и как-то сфокусированности. Короче, на самом деле я знаю, что надо делать. Просто я что-то обленилась в последнее время. Вот. Короче, пью кофе, собираюсь на фотосессию. В Инстаграме будут новые фоточки. Так что обязательно, кто ещё не подписан на меня в Инстаграме, здесь я оставлю ссылочку. И под видео тоже прямая ссылочка будет. Добавляйтесь, любуйтесь. Ох, крошки мои, сижу сейчас я и читаю под видео с инсталляцией ваши комментарии. Первое, что возникает у меня в голове, не один человек написал комментарий, зачем в туалете мусорное ведро. И вот прям не понимают, зачем в туалете мусорное ведро. Блин. Ну может быть у вас нет детей, или может быть вы ещё ребёнок, у которых нет там критических дней раз в месяц, да. Ну, лично для меня это вообще необходимость ведро. Я когда прихожу к кому-то в гости, я, например, в недоумении, почему нет мусорного ведра. Вот реально человек, допустим, вот зашёл, даже сам, да, хозяин квартиры, и вот что-то, ЧП там произошло какое-то, да. Или в конце концов, если у вас ребёнок, да, и там влажными салфетками вы пользуетесь регулярно, да, то мне, например, неудобно бежать куда-то на кухню или бежать в ванну. У меня мусорные ведра везде, и в ванне, и в туалете, и в кухне. Я бы ещё и в коридоре поставила мусорное ведро. Вот, потому что, ну, постоянно как-то ты готовишь, должно быть под рукой всё в кухне, ну, это логично, да. В туалете гигиенические всякие средства, салфетки, опять же, да, в ванне, ватные палочки, ватные диски. И мне не кайф всё время бежать куда-то, искать этот туалет, в руке тащить всё. Мне кайф сразу всё это выбросить и выкинуть, да. Поэтому у меня мусорные ведра везде, и мне хочется, чтобы были красивые мусорные ведра. Мне кажется, это необходимость. Вот когда я в гостях где-то нахожусь, мне реально неудобно, и я такая думаю, ну, вот, например, да, случается какой-то момент, и ты думаешь, блин, куда это всё нести? И ты как-то прячешь это там в руке, там всё завернул, несёшь это в кухню, чтобы никто не увидел, если ты в гостях. Ну, то есть разные казусы бывали, я не понимаю. То есть если, правда, вы ребёнок без детей, да, там где-то, ну, ещё критических дней у вас нет, да, то понятно. А так, ну, если кому-то удобно бегать, то мне неудобно. Я привыкла, чтобы всё было под рукой. Поэтому для меня красивое мусорное ведро в туалете или в ванне – это вообще просто необходимость. И мне прям интересно, напишите, кто удивляется, зачем ведро в туалете? Прям много таких комментариев. Зачем ведро в туалете? А как вы тогда? Ну, если вы не ребёнок, да, и у вас есть дети там, ну, как минимум, да, вот и раз в месяц, и вот эти вот дни. Что вы делаете? Вот вы идёте в туалет, и вам срочно нужно поменять всё. Что вы делаете? Вы одеваете всё на себя грязное, и идёте в ванну, и там всё это делаете. У вас мусорное ведро в ванне стоит тогда, получается, да? Либо вы всё это меняете в туалете, да? Но при этом грязное в руке несёте и куда-то выбрасываете вне туалета. Вот мне это интересно всё там. Ну, понятно, сворачиваете туда-сюда, но тем не менее. Вот. А плюс ещё у меня сейчас гигиенический душ, и я хочу поставить салфетки. Потому что я заметила, что и мне неудобно, опять же, когда критические дни и так далее, да? Ничего, что я так подробно рассказываю, но мне кажется, это важно. Вот прям вот в этой теме очень важно. Не кайф, например, полотенцем пользоваться, да? Плюс, допустим, у меня остаются иногда там подруги, там то-сё, и вот специально для этого выделять каждому там полотенце, потом их стирать. И мне кажется, что большие влажные салфетки, влажные, не влажные, а сухие салфетки, просто рулон такой, да, бумажные салфетки, будет очень удобно и мне, и моим гостям воспользоваться, да? Вот как в общественных туалетах есть такие, мы вытираем руки, например, мне очень нравятся. Я думаю, вообще, так вот, опять же, куда вот эти салфетки большие? Всё в унитаз, чтобы он там затопило его? Нет, тоже можно это всё в туалет кинуть. Ой, всё это можно тоже в мусорное ведро туалетное кинуть. Поэтому напишите, у кого нет мусорного ведра в туалете, и как вы исправляетесь. Очень интересно, как так нет мусорного ведра в туалете. Я тоже искренне удивляюсь. Фух, ну что, мои хорошие, добрались до ботанического сада. Естественно, пофоткались. Пофоткались, но, как всегда, я была занята процессом, и поэтому вот мы уже уходим, и я вам покажу немножечко ботанического сада нашего. Разрушено это что было, бассейн или что, я не знаю. Ну, в общем, Дэнке очень нравится. Вот речка тут, ручеё какое-то. Вот здесь мы пофоткались, кстати. А это вот фотограф мне шоколадку. Реклама Альпингольд. Соня. Очень приятно. Приехала, кстати, специально из шахт пофоткаться. Вот, подарила мне шоколадку, чтобы у меня поднялось настроение. Потому что сегодня, как вы помните, у меня очень мерзкое настроение. Я надеюсь, оно не передалось тебе, Соня. Нет. Вот такой пакет у нас, блин, с вещами. Переодевалась четыре раза. Ботиночки. Ну всё, теперь уже выходим. И, кстати, я ещё сегодня, я ещё сегодня, думала, что ключи забыла в машине. Зайка, пойдём. Пошли наверх, котя, а мы поднимаемся. Думала, что ключи забыла в машине. Уже маме позвонила. А у меня, получается, если в багажнике я там ключи оставила, то я могу захлопнуть и всё, короче. И не уехать, не открыть, не закрыть, всё. Я звоню маме, говорю, мама, ключи где? Как достать их из багажника? Она говорит, никак. Я говорю, ну всё. А она только проснулась. Я говорю, всё, давай, на такси езжай, бери ключи у брата, приезжай ко мне сюда, а я нахожусь, ну как бы, не ближний свет. И она такая раскачивается, такая, ну ты даёшь. Ну и, короче говоря, через пять минут я, оказывается, просто в свою новую кофту положила и забыла, что там есть карман. В общем-то, и маме звоню через пять минут, говорю, мама, отбой, спи дальше. Ну, ей уже, по-моему, не до сна. Вот. Ну и мы успешно пошли пофоткаться. Природа здесь, конечно, классная, аромат, хвои, все дела. Но мы далеко не ходили ещё, я боюсь собак. А тут много, кстати, таких уличных собак. Ну не так, чтобы прям много, но я, в общем-то, очкую. Так, ну что же, вечер, время шесть часов. Мы приехали в торговый центр, потому что мне не сняли эту клипсу с носков. Вообще, мне кажется, вот нужно какое-то наказание продавцам придумать за то, что они не снимают клипсы. Потому что, ну вот, не снял ты клипсу, да, есть клипсы, которые можно там дома снять как-то легко двумя руками, есть клипсы, которые ты дома не снимешь. И из-за того, что продавец забыл тебе снять эту клипсу, тебе нужно ехать хрен знает куда. Тратить своё время, какие-то планы менять свои, да, в пробке стоять или не стоять. А может, у тебя и времени совершенно нет, то есть ты должен ходить без своего товара. Вот я взяла носки, у меня других нет носков. И я должна вот сейчас либо приехать в торговый центр, вот сейчас через пробки ехала. А чей-то косяк вообще вот проверить? Они же как, они складывают всё, кладут в пакетик, да, и отдают тебе. Ты должен что, всё перепроверять? Ну, как бы это не твоя же задача, да, ты бежишь и дальше. Я что-то пищала, помню, ходила, но у меня много было покупок, я не знаю, от чего я пищала конкретно. Вот. А сейчас, получается, носки, и вот я приехала, да. А ещё, знаете, что если пойти в другой торговый центр, допустим, да, и в тот же магазин, ну, ладно, если вы с собой чек взяли, а если без чека, вам и не обменяют. Подумают, что вы просто взяли с полки и говорите, вот вы мне забыли снять, снимите, и выходите спокойно, да. Они не делают. Я как-то в Glory Jeans вот так вот сделала давно-давно. Теперь не хожу в Glory Jeans. Они меня не оторвали. Мне пришлось идти в магазин, возвращаться ещё в другой. Короче, целое дело. И мне кажется, что, может, даже не продавцу наказания, а магазину в целом, а там уже он сам пусть распоряжается. Я считаю, что должны быть носки в подарок. Мне должны сделать возврат денег. Вот как вы думаете? Вот было бы хорошо, если я возвращаюсь для того, чтобы мне сняли эту клипсу, трачу своё время, то, пожалуйста, сделайте возврат денег. И это даже очень дёшево, я считаю. Вот носки стоят 799 рублей. Я считаю, что это очень дёшево, чтобы я прокатилась туда-сюда. Такси дороже будет стоить мне вот так вот покататься оттуда, ни сюда, ни по пробкам. Короче, едем сейчас покушаем. Где-нибудь, я думаю, в пить кофе, может, зайдём. Так как я немножко сейчас на диете, я думаю, на гриле взять себе, там, на гриле индейку, которую я обычно беру, ну, и деньки там чё-нибудь вкусненькое. И распаковать вот эти вот носки. А сейчас бы дома покушала, и в кафе не тратилась бы. Понимаете? Ни на бензин, ни на кафе б не тратилась. И время, и отдыхала бы. А я, блин, носки распаковывать иду. Дуй! Ой, каячек! Ой, ну что, вкусненько поели. Денька почему-то не захотел есть зелёного цвета макароны. Понимаете, для него цвет очень важен. Он съел все макарошки, кроме зелёных. Как будто они другого вкуса. Эстет. Цвет еды важен. Короче, поели. Чуть-чуть меня приплющило, вроде чутка успокоило. Сняли нам эту фигню. А он такой ещё говорит, а как вас пропустили? Я говорю, а вот так пропустили. И что вы не пищали? Я говорю, ну я пищала, как бы. Мне кажется, я и заходила, пищала. Просто я помню, что я везде пищала. И не обратила внимания, когда, в какой момент я начала пищать. Вот. Отвлечена была все дела. И только извини, я услышала. Я говорю, у вас тут это, возврат денег. Говорю, я на бензин уже потратила больше. Туда-сюда. Пока к вам приехала. Нет, мы можем сказать, только извините, пожалуйста. И это, кстати, не первый раз. Вот. Поэтому, знаете, сама себе не позабудешься. Никто тебе не позаботится, короче. Нужно всё это проверять самостоятельно. И что ещё хотела сказать? Всё, едем домой. Ещё носки купила Дэнки в H&M. Что-то я не пойму. Совсем недавно я покупала ему целых две пачки носков. Там по пять штук в каждые. Десять штук. Ни одних носков нет. Представляете? Куда они все подевались? Все старые есть, а новых нет. Может, я их куда положила? Ну и что, мои хорошие, доброго дня. Что я говорю? Что за слова у меня лезут из рота? Короче говоря, короче говоря, я поняла, почему мне портится настроение. Я заметила, что если... Я человек ответственный очень. И если у меня есть какие-то висяки, что я должна что-то сделать, кому-то сказать, что-то передать. Ну, вы понимаете, да, ответственность. То есть я не расслаблена. Никто ничего от меня не ждёт. Когда никто от меня ничего не ждёт, прелесть просто, а не день. Как только я понимаю, что кто-то от меня чего-то ждёт, не факт, что прям они уже такие с указкой, знаете, там, ну-ка быстро селись, сделай что-нибудь. Нет. А именно просто, просто они ждут. И они могут ждать, может быть, даже день, два, три, четыре, неделю. Но я человек ответственный. Я стараюсь делать, если, ну, как бы я договорилась о чём-то, я стараюсь делать это в максимально скорейшие сроки. И нет такого у меня, что я пойду отдыхать, хотя мне надо что-то сделать. Нет. Первым делом я это всё дело делаю. Поэтому у меня собираются, даже если один висяк очень ответственный, я уже переживаю. Помимо этого могут быть какие-то висяки не совсем суперответственные, которые только от меня, да, то есть перед самой собой ответственность, да, что туда съездить надо, туда, туда. Короче, я уже неделю не могу съездить в Фикс Прайс, понимаете, снять для вас видео на один канал, на второй канал, короче. В общем, устаю, не крашусь, не высыпаюсь, нервничаю. Вот такая вот я. Приехали в торговый центр Мега Оксай. Я ничего сегодня не снимала для вас во влог вот сюда, потому что целый день я снимала другие видео. В один магазин зашла, в другой магазин зашла, то-сё, набрала, короче. Вот Денька любит на эти штуки. Ну-ка, покажи всем класс, давай. Прыгай. Трусы главное поправить, да. Вот, сейчас тоже я вообще планирую зайти в магазин, в который хотела бы вам шоппинг-улок поснимать, да. Но первым делом надо покушать, я Деньке обещала блинчик, он сказал блинчик, и тогда он будет со мной ходить. Так что сейчас мы ездим. Аккуратно, машина, День. Не надо самостоятельность вот это проявляет, и посмотри, какой деловой станок. Так, первым делом кушать. Что вы думаете, мои хорошие, мы зашли в блинчики, и всё, нас посылают снова на парковку, блин, зараза. Мы только с парковки, понимаете? Пришли поесть, чтобы спуститься на парковку. Сейчас нам напиток дадут, новый чай какой-то появился, манго, мята. Сейчас я его возьму и пойду на парковку. Мать их. Столиков, кстати, нет нигде, всё убрали, подчистую. В общем, вы понимаете, да, что всё начинается, как и в прошлый раз. Ой, я желаю всем терпения, на самом деле, у нас опыт с вами есть, да, что было и прошло, всё нормально. Я просто честно реально переживаю, у меня была такая паника внутренняя. Я не знала, что делать, я два месяца кашляла, мне кажется, это всё было нервное. И я надеюсь, просто второй раз это не настигнет, потому что это реально стрёмная тема, когда ты не можешь уснуть, тебе хватает от панических атак. Я здесь, кисть! Дэнь! Когда тебе хватает сердца от панических атак, ты не можешь уснуть, тебе страшно, чего боишься, непонятно, да. И на самом деле всё-всё отпустила только тогда, когда сняли вот эти ограничения и снова начало потихоньку всё функционировать, да. А так, честно говоря, это давит. Так что я терпения всем желаю нам. Вот мы на нашей стойке, никого нет. Один наш блинчик вообще там, по-моему, готовили. Я не знаю, будут они ждать, что ещё кто-то сделает заказ, и потом мы будем ждать этот заказ. Дэнни уже сходит с ума, говорит, хочу блинчики, блинчики. Да? Хочу блинчики? Попрыгайчик, зайчик. Ой, вообще, желания прям по торговым центрам ходить нет с этим всем делом. Хорошо, что я сегодня вышла, и вот мне надо дела доделать тогда, я не буду оставлять на потом всё это. А не дай бог сейчас закроют всё, и всё, и всё. Сиди, свищи, думай, что дома делать. У меня на самом деле делов много дома, я вам найду, что снимать. Они как раз таки, видимо, ждут этого момента, когда нельзя будет выходить лишний раз из дома. Начну разбирать гардероб свои, все дела. Ты радуешься, да? Блинчик несут наш. Кстати, я же новый чай взяла, сейчас попробую. Блинчик? Да, спасибо. Привет. Сейчас будем кушать, сейчас пойдём. Дэнни, успокойся, пожалуйста. Сейчас попробую, кстати, чаёк. Манго-мята. Сладко-мятный, не хватает кислинки. Вот когда был малина, лайм, мята, и там как раз кислинка была, то что мята кисло-сладкий, а тут сладковатый. Смотрите, хороший повод прийти в местечко вот это вот, где парк у нас идёт здесь, там построили, возле Мега Оксай. Сейчас пойдём туда, где свет красивый. Присядем где-нибудь с детская здесь. И, кстати, не закрыто, по-моему, у меня. Ребёнок вон там лазит. И Дэнька может полазить. Ой, а вот там столики. Что-то продают ещё. Аккуратно, Котя. Здесь всё от дороги ограждено хорошо. О, блин, классно здесь парк, какой большой. А вот там так светится кафе какое-то, то кафе, да. Так, здесь можно лежанки, что ли, полежать, даже позагорать. Батутик. О, фабрика сладостей. Ни хрена себе. Что за фабрика сладостей? Так, фабрика сладостей, это просто батуты в виде сладостей, поняли? Надо днём сюда прийти, чтобы было всё видно. Давай на вот эту лавочку, смотри, какой вид красивый тут. В общем, вот такая у нас мега полянка тут с Дэнечкой. Я взяла, кстати, блинчик с креветкой в этот раз. Ну, полегче что-то захотелось. Мне кажется, креветка легче, чем курица. Вот сидим. Такой вид у нас. Фух, печально закончился наш поход в Мега Ксай. Вообще, я заметила, что когда я очень сильно устала, уже, знаете, выжимать вот это вот как бы не дело. Она уже наперекосяк всё начинает получаться. Короче, взяла машинку с мультиками. Думаю, сейчас Дэнка посмотрит эти мультики. Я пока пройдусь по Икеи или Руа. Хотя ноги уже вообще отваливаются. Вот. Но нам дали машинку. Она вообще стояла на зарядке. То ли провод какой-то в ней там торчал, я видела. Он выбрал оранжевую машинку. Но она ничего не сказала, дала нам эту машинку. Мы идём к Икеи. Пол Икеи я прошла. Полчаса где-то прошло. И экран этот мультики начали выключаться. Дэнка выпрыгивает из этой машинки постоянно, как они выключаются. Он там что-то вибрирует. Я не знаю, ему нравится, не нравится. Как-то он психует. Смотрю, включается, выключается. Даже не загорается экран, что, знаете, как батарейка садится иногда. Короче, что-то я глюканула, походу, этот планшет там. В общем, включала, выключала. Говорю, всё, не работает. Он психует, становится перед машинкой. Нет, мы никуда не поедем, почини мне. Я говорю, нет, не работает. Поехали туда. И всё. Я вот даже прошла эту Икеи. Думаю, твою мать. Вот, то есть, я плачу 300 рублей за час этой машинки. И, то есть, получается, мало того, что, ладно, хрен с ним, если бы он, ну, выключился и выключился. Если бы он ехал в ней спокойно, он в ней не едет. Он начинает выпрыгивать оттуда, начинает бегать. Он начинает мне, говорит, чтобы я её починила. Типа, мама, смотри, что такое, не работает. Я её починить не могу. Я её включаю, она выключается. Блин, у меня уже психи-нервы. Я говорю, идём. Соответственно, ноги у меня уже отваливаются. И я иду на эти машинки и говорю, не работает. Она такая, включает. Тыкает, такая, ой, всё работает. Всё работает. Я не знаю, что это у вас не работало. Я говорю, девушка, ну, я не зря просто с Икеи, говорю, пол-Икеи пройдя, хотела нормально поработать, говорю, возвращаю вам эту машинку. Она, возьмите другую. Я говорю, я не хочу уже. Я уже не хочу ничего. Ни в Икею, ни в Леруа. Возвращаться не хочу. У меня ноги горят просто. Соответственно, вот это, ну, как бы и нервы, и время потрачено туда-сюда гонять эту машинку. Как бы, я говорю, я считаю, что вы не должны с меня деньги брать. Ну, она сделала мне возврат. Я понимаю, что вот, если бы я не устала, на самом деле, да, не устала, я бы, может быть, взяла ещё машинку и вернулась бы в эту Икею. Икею. Ну, тоже, знаете, не камельфо вот это вот, возвращаться и бегать туда-сюда. Уже не девочка. Короче, и в конце концов я раздражённая, недовольная, еду домой. Я устала. Я сейчас просто, мне кажется, просто упаду и усну. Вот я сейчас ничего не хочу. Думала монтировать вечером, сяду. Нет, я хочу просто упасть. И, кстати, сериал начала новый смотреть. Называется, блин, воспитанные балками, что ли? Или что-то там балками. Ну, короче, я набрала воспитанные балками, и мне вывела именно тот сериал. Слушайте, интересный фэнтези, кто любит, посмотрите. Всё, мои хорошие. Ух, просто ужас вообще. Я пришла, ещё, блин, разобрала эти пакеты, что-то подраставила. Дэн, ну, тихонько подраставила туда-сюда, короче. Опять залезла в интернет, опять кучу там всего понаделала. Короче, чувство меня затягивает, всё, полдесятого. Хочу водичку. Сейчас дам водичку. Спокойной ночи, крошки. Доброе утро, мои хорошие. Так, у меня нахуй. Денька разбросался с своей игрушки. Кисень, ну тихонько, ну дай мама с ними. Дай мама с ними. Ах, короче, я проснулась, пью вторую кружку кофе. Уже поболтала и с Танюшей, и с Люсей поболтали, короче. Теперь я иду мыть голову, укладываться, краситься и снимать видео. Стоит куча пакетов на входе, вот, и надо снять кучу видео. Вот, и не знаю, хватит ли меня на сегодня. Я всё-таки ищу себе костюм какой-нибудь. Я хочу себя порадовать какими-то ещё новинками. Вообще ещё надо накупить вещей. Хотя новые коллекции сейчас будут в магазинах уже через недельку где-то. Хотя, может, уже начали поставлять. Я бы походила по магазинам, погуляла бы. Погода вроде хорошая на улице. Смотрите, солнышко у нас светит. Так что хорошо было бы пойти и погулять. В общем-то, пошла купаться. А, Милочка, моя кошечка тут лежит. Кто-то посмотрел на мой вот это вот кресло. На мой, блин. Ну почему я всё время говорю, какой-то рот, что в моей голове, не пойму. А потом переделаю. Короче, да, это Милка испортила кресло. Надо всё брать тканевое, я поняла. Всё, всё должно быть тканевое. Роскошка дома, значит, всё должно быть тканевое. А, ещё я сегодня вспомнила, разговаривала с Люсей, говорит, слушай, я не знаю, я хочу подстричься, вот, может быть, корешку вот эту вот сделать вот здесь вот. Короче, она меня отговорила. Говорит, ты просто хочешь изменений, перемен, возьми, покрасься лучше. Тебе нужно освежить цвет волос, всё дело. Не обрезай волосы, отпускай их. Говорит, потому что сейчас, говорит, зима, вот, кто хочет обрезать волосы, да, говорит, сейчас зима. Шапку одела, и непонятно, как с короткой стрижкой, да, шапка и шапка одета. А то волосы вытащила, и уже волосы. Я такая думаю, ммм, точно. Потом, говорит, заплести что-то можно. Завивку вот эту красивую сделать, и кажется, что волосы длинные уже. Вот, отговорила, короче, у меня стричься, но обновить цвет волос хочу. В общем, сначала хочу затонировать их краской, которую я купила. Потом, если будет мало, я хочу вообще в свой цвет прям покраситься, походить, поносить этот свой цвет волос, да, чтобы уже душа успокоилась, идёт он мне, не идёт. Но если он мне не пойдёт и будет не по душе, блонд потом снова. Фух, мои крошечки, целый день сегодня опять я снимаю, снимаю. Еле... Вообще, честно говоря, голову помыла, уже кипец как устала. Не знаю, как это работает, но у меня так. Раньше такого не было. Возраст. Сейчас, короче, ем салатик. Приготовила салатик и компотик из малиночки. Из малиночки. Из малины. Время 15 минут 10. Сейчас покушаем. И уже буду ложиться спать. На сегодня, я думаю, хватит. Хватит, я думаю, приключений. Никуда сегодня не ходила. Хотя я думала, я сейчас всё сниму. Даже думала, больше сниму видео, чем собиралась. И ещё думала, поеду по магазинам сгоняем. Но в итоге я устала ещё 3 часа назад. Вот. Ещё хотела поделиться с вами одним приколом. Я не знаю, может быть, я об этом говорила уже. Прикол состоит в том, что когда вот я голодная, а можно даже не голодная, вообще вот просто я ем любимую вкусную пищу какую-то, я очень люблю сесть вот так вот, положить себе, налить чего-то и включить либо телевизор, либо кино, любимое. Вообще, люблю есть любимую еду и смотреть любимое что-то. То есть то, что мне прям вот кайф. И вы не представляете, что я в этот момент ощущаю. Это не просто, знаете, как я люблю так. Нет. Это реально какой-то фетиш. И я вам могу сказать, что если я сделала вкусную еду, и вдруг ем и не включаю чего-то интересного, да, то, что мне прям нравится смотреть. Я не знаю, что за симбиоз в этот момент происходит, но я очень раздражённая, если этого нет. Я не люблю, когда я кушаю, мне задают вопросы. Я не люблю разговаривать в тот момент, когда я кушаю, да. Я люблю либо, нет, подумать. Я даже не люблю думать о чём-то, потому что ты кушаешь, а эти мысли сумасшедшие, нет. Я люблю вот кушать и что-то смотреть. То есть мозг отключён, тело поглощает пищу, да, и как будто вне тебя ты вообще как бы отошла, такое ощущение. И это реально, это фетиш я заметила, потому что если вот... Я сейчас положила, и я думаю, так, что я включу сейчас, что интересно. И если что-то играет неинтересное, и я смотрю что-то неинтересное, рекламу, например, это мне неинтересно, то у меня как-то внутри дискомфорт такой прям, знаете, прям вот дискомфорт. Мне надо вот, не надо, чтобы всё было вот вкусно и смотрибельно. Так что вот такой фетиш. Ладно, всё, кушаем, укладываемся. Новый день, новая пища для мозгов. Новый день, нового дня. Новый день. Новый день. Новый день. Продолжение следует...